Последний эпизод презумпции невиновности уже здесь. После того, как Рэймонд рухнул на пол в прошлой серии, этот эпизод сосредоточился на Расти Сэвидже, которому пришлось защищать себя самому. И ситуация несколько раз менялась. В этом эпизоде не было много новых откровений о личности убийцы, но он был очень напряженным. Мы видели, как Расти сначала казался невиновным, а затем трансформировался, и стало казаться, что он мог быть убийцей. В конце орудие убийства оказалось у Томми. Давайте перейдем к видео и разберем все важные моменты эпизода. Это объяснение концовки седьмого эпизода «Презумпции невиновности». Предупреждаю, это видео содержит спойлеры. Кто разгромил дом Томми? В самом конце эпизода мы увидели, как Томми вернулся домой, а его жилище было разгромлено. Кроме того, мы заметили кочергу. Орудие убийства Кэрол и Полимус лежал на его столе с запиской, которая, по сути, посылала его куда подальше. За этим могут стоять несколько разных людей. Первое, что приходит в голову, это мог быть Расти, но я так не думаю. Его жизнь на кону, как он неоднократно говорил, и кроме момента всрыва он не действует импульсивно. Все, что он делает, хорошо продумано с учетом влияния на судебный процесс, поэтому я не думаю, что это его рук дело. И я не думаю, что это был Реймонд. Хотя это могла быть Майя, ведь ее отодвинули в сторону, и утром в день суда ее не было, когда прибыли остальные. Она пришла последней, так что, может, она сделала это утром перед судом? Казалось бы, у нее должно быть больше ума, чем делать такое, но кто знает. Все же я не думаю, что это делает Майю подозреваемой. На самом деле мы не знаем, была ли у Томми эта кочерга все время, но то, что он не выглядел особо удивленным, наводит на мысль, что она могла быть у него и раньше, что еще больше усиливает подозрения в его адрес. Однако тот факт, что дом Томми был взломан и разгромлен, похоже на действия, совершенные под влиянием эмоций без особых раздумий. Это заставляет меня думать, что это вполне мог быть Джейден Кайл, бывший муж Кэролин или Майкл. Джейден и Кайл могли это сделать, так как в этой серии они постоянно боялись за отца, что также связано с некоторыми их высказываниями. Например, когда Джейден говорила о том, что разум может заставить забыть травматические события, и человек может действовать, не думая, что если она сама как-то причастна к убийству из желания защитить свою мать. К тому же Кайл известен тем, что катается на велосипеде и тайком следит за другими. Например, его поймали, когда он наблюдал за отцом в ночь визита к Кэролин. Плюс он выбросил свой велосипед, что выглядело подозрительно. Они могли не понимать, как это повлияет на мнение присяжных об их отце, особенно если Томми упомянет о кочерге. Сильные эмоции могли заставить их действовать, ведь для них Томми враг. Также это могли сделать бывший муж Кэролин и ее сын, потому что Томми позволил Расти жестко допросить Майкла, выставив его отца психопатом. Это мог быть их способ показать Томми свое неприятие. Похоже, Томми и сам не знает, кто это сделал. Но слегка приоткрытое окно наводит на мысль, что это мог быть ребенок. Суд в этом эпизоде был лучшим за весь сериал. Кадры города показывали, как менялась ситуация, дело переворачивалось, а мнение присяжных менялось. После выздоровления Реймонда Расти решил защищать себя сам. И это был идеальный момент, так как присяжные видели, как он спас Реймонда, и теперь воспринимали его как хорошего человека. Майкл стал подозреваемым из-за сообщений матери, где говорил, что лучше бы она умерла и что она портит ему жизнь. Каждый раз, когда Майкл говорил Расти, что чувствует себя убийцей матери, было видно, как Расти сдерживается, контролируя себя, чтобы не сорваться. Он хотел намекнуть на причастность Майкла и его отца, и ему это удалось. Расти мог потребовать нового суда из-за ситуации с Реймондом, но он этого не хотел. Даже после допроса Рэга и заявления о невиновности, Томми вызвал Расти на трибуну, что привело к его краху. Эта сцена последние 10 минут были просто идеальны. Томми снял галстук Бола со стены, где висело напоминание о его первом выигранном деле. Это придало ему сил, сосредоточенности и уверенности, чтобы выступить и загнать Расти в угол. Томми упомянул те самые сообщения, которые выставляли Расти одержимым. Он также привел на суд мистера Ратсу и показал видео, где Расти его избивает. Плюс он напомнил о нападении Расти на медицинского эксперта. Все это демонстрировало, что Расти способен внезапно срываться, что могло быть связано с тем, что он мог в порыве убить Карен. Кэролин. Расти говорил о страстной любви к Кэролин, о неодержимости, что заставило его потерять из виду важное, что казалось правдоподобным для присяжных, пока Томми не применил секретное оружие. Музыка в этой сцене была просто феноменальной и отлично дополняла происходящее. Низкий гул на фоне символизировал удары по Расти и доказательства Томми. Когда Томми произносил щелчок и щелкал пальцами, музыка останавливалась, подчеркивая важность его подхода в создании образа жестокой стороны Расти. Расти явно проиграл в суде, а Томми и Ника были довольны своим выступлением в ключевой момент карьеры. Этот процесс был личным для Томми, это был он против Расти, которому он завидовал все время, что знал его. И в этом случае Томми пытался втоптать Расти в землю и взять над ним верх, чего он никогда не мог сделать раньше ни профессионально, ни лично, так как ему тоже нравилась Кэролин. Подозреваемые. В следующем эпизоде мы узнаем вердикт присяжных и, надеюсь, кто стоял за убийством. Я упоминал Джейдена, Кайла, Майкла и его отца как подозреваемых, но есть еще пара человек под подозрением. Многое, особенно в прошлом эпизоде, указывало на Томми Молта. Тот факт, что он явно был влюблен в Кэролин, заставлял ее чувствовать себя неловко и, вероятно, был тем, на кого она подала жалобу в отдел кадров, потому что боялась его. А также было воспоминание, где он пытался поцеловать ее, но она отвергла его. Хоть все и указывает на него, я бы удивился, если б это был он. Он сейчас самый очевидный подозреваемый, поэтому я немного скептичен. Что касается Томми Молта, мне кажется, это вполне могла быть Барбара. Мы знаем, что у нее был доступ к файлам Бонни Дэвиса в офисе Расти. Мы видели, как она изучала дело Кэролин. Она могла узнать, что Расти и Кэролин все еще вместе и в порыве ярости пойти туда и отомстить. В третьем эпизоде были моменты, когда ей сказали отойти от работы, упомянув, что она нездорова, так что что-то явно влияло на Барбару долгое время. Может, это была паранойя из-за отношений Расти и Кэролин. В этом эпизоде было несколько кадров, где в ее глазах читалось почти чувство вины. Чувство вины за страдания Расти, за то, что все пошло наперекосяк. И, возможно, это ее вина, ведь она могла быть убийцей. Когда она сидела в машине и вокруг были камеры, казалось, что ей все это слишком тяжело. Но я думаю, тут есть более глубокий смысл. Может, поэтому она и не смогла полностью изменить Расти, ведь уже отомстила, убив Кэролин. На следующей неделе мы узнаем, кто это мог быть, и я с нетерпением жду разгадки. Если окажется, что это Барбара, я буду доволен. И если это будет Расти, тоже буду доволен, при условии правдоподобного объяснения. Мой отзыв об эпизоде. Думаю, это лучший эпизод сезона на данный момент. Последние 10 минут были просто потрясающими. Видеть, как Расти из Невинного превращается в виновен за несколько минут, перевернул все и показал, что даже за эпизод до финала мы все еще не знаем, кто виноват. Крупные планы лица Расти во время допроса словно показывали, как он все больше загонялся в угол, и ему некуда было бежать, это было просто невероятно. Это также создавало ощущение клаустрофобии и паники. Музыкальное сопровождение в этот момент тоже было исключительным. Музыка в этом шоу напоминает ту, что используется в «Наследниках», и это очень эффективно. Когда в конце эпизода появился Реймонд рядом с Расти, а также когда там была Майя, эта солидарность была действительно вдохновляющей, и я порадовался за Расти. Актерская игра в этом сериале просто высшего класса. Я верю каждому персонажу, их сущности и мотивам. Джейк Джилленхолл показал потрясающую игру во всех эпизодах. Хотелось бы увидеть какое-то откровение в этом эпизоде, намекающее на подозреваемого в финале. Но похоже, мы идем вслепую, оставаясь в таком же замешательстве, как и весь сезон. Что тоже неплохо. Остался один эпизод. Пишите свои предположения в комментариях, посмотрим, кто угадает. Вот и все. Презумпция невиновности. Эпизод 7. Разбор концовки. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...